Тема урока. Разделительные и выделительные знаки припинания между частями сложного предложения. На этом уроке мы рассмотрим основные группы знаков припинания и систематизируем свои знания о них. Все знаки припинания и правила их постановки в предложениях и текстах изучает особая наука – пунктуация. Пунктуация является важным средством оформления письменной речи и обладает коммуникативной функцией. Знаки припинания образуют особую группу всей графической системы русского языка. Их назначение – обслуживать те стороны письменной речи, которые не могут быть выражены буквами. Знаки припинания служат для того, чтобы способствовать четкости и ясности в передаче мыслей. Они отделяют одно предложение от другого или одну часть его от другой и выражают ощущение говорящего и его отношение к слушающему. Их назначение – указывать на смысловое членение речи, а также содействовать выявлению ее синтаксического строя и ритма. В ряде случаев знаки припинания являются основным или единственным средством выявления смысловых отношений. Например, можно сравнить постановку запятой, тире и двоеточие в одном и том же бессоюзном сложном предложении. «Молодежь ушла», «на вечере стало скучно». В этом предложении указывается на последовательность событий. «Молодежь ушла», «на вечере стало скучно». Во второй части данного предложения указывается на следствие, результат действия, обозначенного в первой части. «Молодежь ушла, на вечере стало скучно». Здесь выявляются причинно-следственные отношения с указанием причины во второй части данного бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в сложном предложении нужны для того, чтобы передать на письме особенности смысловых отношений между частями сложного предложения, особенности его строения и интонацию. В сложносочиненных и бессоюзных сложных предложениях они разделяют простые предложения, выполняя разделительную функцию, а в сложноподчиненных выделяют зависимую часть, придаточное предложение, выполняя выделительную функцию. Так, например, запятая, точка с запятой и тире выполняют разделительную функцию в сложносочиненных и бессоюзных предложениях. Эту же разделительную функцию несет и двоеточие, но употребляется между частями только в бессоюзном сложном предложении. В лесу становилось темно, и мы долго плутали по его окрестностям. Запятая в сложносочиненном предложении выполняет разделительную функцию. «Раздался оглушительный удар грома. Нас сковал ужас». Тире в бессоюзном сложном предложении выполняет разделительную функцию. А вот выделительная функция свойственна исключительно запятой, которая выделяет предаточное предложение в составе сложноподчиненного предложения. Например, «Мой брат, когда передал письмо, не стал ждать ответа». Запятые в сложноподчиненном предложении выполняют выделительную функцию. Необходимо отметить, что правила русской пунктуации обладают большой гибкостью, так как вместе с обязательными нормами существуют указания, не имеющие строгого нормативного характера и допускающие различные пунктуационные варианты. Так, например, авторская пунктуация в сложных предложениях – это такая постановка знаков припинания, которая не предусмотрена правилами. Однако допустимо, если автор с их помощью передает какой-либо добавочный смысл. К таким знакам чаще всего относятся в сложных предложениях – тире, точка с запятой. Например, Константин Георгиевич Паустовский посчитал нужным поставить тире в бессоюзном сложном предложении. Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво. Там пряталась крупная и ленивая рыба. Хотя нужно было поставить двоеточие. Подводя итог занятию, можно отметить, что знание пунктуации и функции знаков припинания в сложном предложении крайне необходимо, так как знаки припинания не только указывают на смысловое членение текста и предложений, но и являются важным средством оформления письменной речи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин